сейчас я это буду проводить тест это слушать у меня даже на тачке слышно когда это едешь перещелкивается когда сцепление короче едешь вдоль забора и слышно как это происходит тесная сейчас мы будем пихивать не в пихом и вставлять не вставляемое всовывать не всовываем и короче сцепление будем ставить так привет дорогие друзья с вами снова автомеханик михаил меня уже многие знают на нашем канале тех кто не знает всем привет так вот что у нас у нас сегодня интересная тачка машина автомобиль это hyundai i40 2000 какого он там так года господи ну допустим 16 какой проблемой сегодня ночью его притащили к нам на эвакуаторе но в принципе мы знали о его приезде туда-сюда траляля там клиент позвонил стал на дороге вызвал эвакуатор машина не едет машина на роботе здесь двойное сцепление робот вместо автомата двигатель дизельный 1 и 7 turbo дизель в общем очень интересная машина кстати я думаю наверно кайфовано не ездит нифига не жрет и классно едет вот так и не в этом делом в общем ехать она перестала человек притащил ее к нам увидел видео наше в интернете и решил поменять сцепление сразу без разбора без ничего но мы пришли я на работу посмотрели что в принципе машина двигается то есть она сама заехала своим ходом в цех да там есть какие-то ощущения про буксовок как но при этом она двигается то есть соответственно не все критично после этого пришел клиент и рассказал нам историю что это уже второе сцепление и меняли его меньше чем год назад осенью начинается складываться какая-то полная картинка до соответственно выставляется много вопросов а почему меня сцепление зачем его менять если она тут новая но прошло меньше 20 тысяч и соответственно мы вместо того чтобы как все ошалевшие сервисе сломя голову меня сцепление мы сначала попробуем его воскресить и продиагностировать и сделать никаким адаптации актуализации все остальное ну в общем сейчас мы это и начнем делать зашли мы в наш дуэл клатч трансмиссион здесь у нас есть раздел поток данных и что мы тут выбираем я тут уже выбрал выбираем интересующие нас данные включаем подтвердить доводим двигатель здесь мы видим что у нас включены передачи здесь мы видим видите положение муфт положение электродвигателей выбора передач обороты температуру в общем куча всяких непонятных цифр ну-ка прикройка дверку это едет тоже едет не сказать что фантастически но едет поэтому в принципе порановато хорони пациента попробуем сделать так чтобы он продолжал еще ездить какое-то большое количество километров заходим функцию обучения глушим двигатель и начинаем адаптацию хотел бы подметить что если вы это будете делать самостоятельно перед тем как начинать адаптацию не забудьте обязательно прогреть двигатель потому что если вы будете делать адаптацию на высоких оборотах а когда двигатель прогревается обороты высокие вам просто компьютер не даст ее провести данный момент пока мы сидим в тишине коробка пытается выбрать передачи там что-то клацает щелкает и так первый этап адаптации у нас прошел первый этап адаптации идет адаптирование муфт выбора передач то есть он берет и двигает туда-сюда муфты то есть это грубо говоря муфты выбора передач как в обычной механике то есть там синхронизаторы то есть он щелкает и вот выясняет их не положение второй этап адаптация заводим двигатель машина в паркинге двигатель прогрет и что мы делаем мы нажимаем кнопочку ok и в данный момент он будет подводить сцепление вот сейчас можно услышать щелчки а вот треск который про сейчас вот идет из-под днища мне не нравится у меня даже на тачке слышно когда это едешь перещелкивается когда сцепление короче ездили блюзоль забора и слышно как это происходит самое прикольное что клиент говорит заезжал куда-то делал диагностику по моему к дилерам он говорил точно не буду куда-то заехал делал диагностику мы сказали что у него уже 70 процентов износа сцепления которые поставили осенью тест не пройден что-то не дает нам это сделать чё поехали прокатить себе где по датчикам на приборке машина стоит с ума через передачу переключает 2 4 потом 6 то есть 1 3 5 у нас нет сделать такое ощущение что все-таки дело не в сцепление что-то развалилась внутри коробки сейчас я это буду проводить тест это слушай муж микрофон мы снять да все таки получается надо что-то лезть внутрь коробки в общем у нас одно из двух ребят либо это у нас сцепление которое должны были поменять очень и поменяли как-то коряво либо вообще его не поменяли либо что-то развалилась внутри коробки но когда он пытается пройти тест не теста пройти адаптацию то есть подвести сцепление к точке скольжения то идет треск с внутри коробки треск такое ощущение как будто вал на котором висит первое сцепление он не стопорится как будто на нем что-то сожрала слезала итак к сожалению отделаться малой крови у нас не получилось поэтому мы будем снимать коробку попробовали сделать адаптацию прокатились но машина категорически отказывается включать первую третью пятую передачи ну естественно тоже 7 соответственно у нас либо проблема с самим сцеплением то есть то что я говорил либо его не поменяли либо его поменяли как-то некорректно то есть там не взвели актуатор еще в общем поменяли некорректно либо проблема внутри коробки потому что когда пытается произвести автомобиль адаптацию сцепление первого сцепления то есть это который как раз отвечает за первую третью пятую седьмую передачи идет треск изнутри коробки то есть на видео его даже слышно то есть и нету толчков которые должны быть то есть либо не фиксируется сам вал в этот момент за выработку стеренок либо просто-напросто то есть что-то с выжимными то есть треск именно идет треск будем разбираться отсюда чтобы добраться до верхних болтов крепления роботизированной коробки передач что нам нужно сделать уже до хрена нужно сделать короче нужно открутить корпус воздушного фильтра нужно открутить аккумулятор площадку аккумулятора блок управления двигателем воздухозаборники тут еще нужно все к чертям разобрать и только мы сможем после этого открутить там болты короче отсоединить коробку передач и в принципе это мы сейчас и будем делать так итак сверху мы разобрали машинку подняли как вы видите нам сейчас нужно что разобрать ходовку ну естественно разобрать снизу все что нам мешает для того чтобы освободить коробку чтобы ее демонтировать для этого что нужно сделать открутить шаровые в обычном и так можно конечно кулак ну шар вы как по мне проще открутить привода я уже открутил освободил ну и естественно нам нужно будет открутить тяги стабилизатора в принципе что и делаем чтобы тяги лучше крутились нужно их почистить а то если провернется потом придется пилить редко объяснять клиенту почему она не сучала поэтому берем щеточку и чистим ее ходовку мы разобрали привода подоставали нам теперь практически ничего не мешает также я открутил колокол у меня осталось только два болта основных с направляющими которые держат коробку не забываем откручивать вот здесь у нас находится масса крутили просто бросили чтобы не мешало подушка опора двигателя пыльники защитки все сняли убрали все освободили открутил также вот этот вот господи патрубок интеркулера алюминиевый железный в общем а его открутил для чего тут у нас под ним находится болт чтобы его открутить нужно обязательно вот эту штуку снять принципе снимать его полностью смысла не увидел как бы он не особо не мешает вот ну если будет мешать я его могу здесь свободно открутить от интеркулера и убрать в сторону все осталось только выдернуть коробку а и самое главное не забудьте вот здесь у нас заглушка под заглушкой болты коробка у нас освободилась сейчас нужно под домкрате двигатель когда мы снимем коробку он не упал никуда я нашел что тарахтела будет видно так так патрубок и на расистке уберу так но у меня ощущение такое что тут что-то не поменяли ну в общем эта фигня должна шевелиться она судя по всему заклинило как такое интересное произошло вообще не могу по приложить ума умом к ощущения как будто шлицы не попали она там умерила либо еще что-то развалилась я будем смотреть дальше что происходит ну что смотрите вилки у нас в половину в отработке это говорит о том что либо когда они меняли сцепление они его не взвели то есть актуатор не освободили то есть не отпустили его до конца просто воткнули сцепление на все старое и знаю конечно это было им очень сложно сделать ну в общем ничего хорошего они тут не сделали либо они вообще ничего не меняли сложно сказать сейчас разберем увидим у нас здесь смотрите что мы обнаружили стопор который держал всю корзину вообще всю эту конструкцию стопор он держит вот эту конструкцию вот этот вот стопором болтается то есть соответственно у нас весь механизм болтается поэтому и разбила весь маховит к чертям то есть либо у нас кто-то что-то хуёво собрал либо здесь вообще никого не было и просто никогда не производили адаптацию ничего не делали в общем я глянем блин я конечно не супер-пупер эксперт но ощущение такое что сцепление здесь новое действительно его ставили их походу его горяво поставили поэтому она все и развалилась к чертям смотрите толщина диска а второе буксовал потому что потому что первый не работал ну к сожалению теперь все это придется выбросить потому что здесь все разбило мертвый на второе чуть получше ничего не мыли ничего не дули походу нам придется там сальник счет нет вот этот снаружи а вот этот с разбором коробки полный видно течет сальник следы масла ребят ну даже если сцепление меняли вот это ничего не меняли это все нужно выбросить просто смотрите тут выработками понятно с этим особо ничего не произойдет а вот тут вот выработка просто сумасшедшая это да могли бы хотя бы помыть продуть но вообще никто ничего не делал это сальник вот он тут сальник меняется отдельно видишь сальничек течет мы его заменим это тоже да то есть это течет уже давно видно животным потеет воняет почему бы его не поменять они вчера случилось нет я думаю если меняли сцепление это как раз произошло в то время когда его меняли то есть уже было все вот так вот эта грязь она тут не за один день накатилась ладно мы это все сделаем сейчас сейчас по списку у нас в принципе тут и так все понятно суфтов нет самое главное сальничек поменяем по списку у нас здесь не только направляющая вожимной подшипник вилка выбора передач сцепление комплект и самое страшное маховик под слухом точно озвучивать озвучить вам смогу только в конце нашего видео ролика ну в общем по слухам он стоит примерно столько же столько и сцепление потому что все-таки его дрожжи довольно-таки сложные ну и вещь довольно-таки редкая если бы в принципе все стояло как положено либо такой жести бы в жизни не произошло сколько мы раз меняли сцепление всегда с маховиками все было замечательно они работали замечательно теперь сейчас мы все отдадим передадим нашу задачу по подбору ребятам по подбору запчастей ну что ребят согласование прошло успешно по-другому быть и не могло потому что иначе бы машина бы от нас не уехала все запчасть все запчасти которые нам необходимо поменять все были скажем так подобраны по факту по факту износа и так как вы видите коробку мы наконец-то привели в божеский вид что должны были сделать и предыдущие ребята но по каким-то неведанным нам причинам они этого не сделали вот так в принципе выглядит нормальная коробка которая перебирается что-то и делается ремонтируется что делаем мы мы меняем насколько вы помните сальник сальник у нас потек я конечно не посмотрите на все эти дырки это я наделал а вы посмотрите на рабочую область видите как она выглядит печальненько выглядит она в общем на камере может не так передается но вживую выглядит она довольно-таки печально потому что у нас с фокусом проблемы найдут найдется фокус кадр тогда вырежешь мои слова и вот же наш новый сальничек смотрите вот вот так вот он выглядит когда все хорошо номерок если кому надо этот сальник первичного вала стоит он вот здесь видите я его уже достал процесс доставания останется нашим маленьким секретом в принципе кто разбирается по сальнику мог понять как мы его оттуда вытащили и вот так выглядит новая тела поверхность видите ребрышки заходят аж на точку соприкосновения они еще не стерлись и то есть это рабочий сальник забивается он в упор без всяких проблем также у нас кроме сальника как вы помните у нас еще вышел из строя маховик вот он наш новый маховик это мы его ждали больше всего по времени но в принципе в течение одного дня нам все подвезли из дальнего склада красивая вещь сейчас поставим покажем как он работает этот балансированный сурок положено вот так же у нас прибыл новый выжимной торшебничек тадам вот он выглядит вилка выбора вилка выжимного подшипника актуатора уже новенькая красота ну естественно скажем так то ради чего мы собрались комплект сцепления я в комплекте запорочки и звездочка так что теперь мог сейчас это все быстренько соберем и постараемся поставить на ход в ближайшие пару часов и так ребят сальничек мы установили на место вилочки как вы видите я уже прикручиваю тоже на свое место обязательно запомните вилка со втулочкой вот этой вот направляющей собираются вместе то есть их нужно вставить одновременно иначе вы потом либо одно либо другое просто не засунете если вы будете вставать по отдельности ну и многие могут спросить а почему у него приводы торчат из коробки ребят ну как бы можно было конечно дырочки там где вставляется привод за заткнуть чем-нибудь резиночками там в общем чем-нибудь заткнуть но я их просто ставил привода чтобы просто хорошенько отмыть коробку поэтому никакого тут своеобразного ничего нету просто чтобы вода не попала внутрь смотрите ребят как работает двухмассовый маховик видите я тянул он тугенько но в принципе довольно таки свободно двигается влево вправо то есть тем самым он гасит удары колебания резкие нагрузки на сцепление на маховик на все вот эти вот вещи вот насколько вы помните на старом он вообще у нас стоял заклинившие не двигался до того что его убила сцеплением руки по-другому его не могло ничего не могло хочется обязательно берем смазочку мажем мажем чтобы у нас потом чинь и все села хорошо все слишком много смазки не мажьте потому что чем много смазки но разбросается по колоколу к нему прилипнет пыли будет короче не очень поэтому чуть-чуть намазали там чтобы все просто у нас хорошо собралась и чуть-чуть скользила весная сейчас мы будем пихивать невпихуемые вставлять не вставляемая всовывать не всовываемые короче сцепление будем ставить вот кстати для сравнения можно посмотреть как выглядят новые диски сцепления какая у них выработка и кстати можно же по сравнению со старым ну-ка это мне кажется с этим она не ставится так ставим две корзины вместе и смотрим блины и вот мне кажется нет есть конечно выработка но все-таки действительно это новое сцепление его просто ушатали вот этих от этого вида становится еще печальней оказывается не всегда можно купить деталь просто поменять и все у тебя будет хорошо видите как бывает дерьмо бывает о-о-о берем палочки бьем по барабану что нам нужно наставочка ну что стопор ставить будем ну что где новая где старая то что скажет прикидывайте какая мелочь может быть какой серьезная поломка из-за вот этой вот маленькой пиздюльки чувак попал на сто с лишним рублей берем колечко аккуратненько надеваем съемник раздвигаем колечко отпускаем ну ничего сложного неужели так нельзя было сделать щелк щелк все на базе стоит проверил все нигде ничего не выпирает стоит хорошо плотно я так думаю скорее всего просто не видимо не до конца насадили сцепление и у них стопор просто не защелкнулся поэтому такая хуйня и произошла не до конца защелкнулся из за краешек зацепился потом его выгнуло к чертям и пиздец ведь у меня он сел и все нормально свободного там на своем месте его даже прокрутить могу ничего ему не мешает нажмется корзина его придавить он будет держаться замечательно кстати обратите внимание как стоят вилки когда у вас новое сцепление видите то есть а когда мы разбирали если вы помните они стояли в середине из-за того что вся конструкция сдвинулась соответственно отсюда был недовыжим и треск когда мы пытались трогаться на первой передаче там или когда пытались адаптировать был треск это вот тоже с этого места все началось так нам осталось нам осталось ставить новую шестереночку видите абсолютно новая без выработки без ничего вставляем она у нас фиксирует второй диск сцепления не подходит твою же мать не подходит вставили новую шестереночку берем второй стопорочек так тут нам уже нужны зажимные зажимной съемник да да нужно взять прямые но за ними идти далеко было бы удобно ладно схожу говорили вах как хорошо хоть себе ставь а что осталось что осталось что осталось правильно осталось взвести и прикрутить актуатор вот это турбозагогулина мыть не буду потому что вдруг где-то влага попадет ну короче и так как вы видите актуаторы у нас стали выглядеть гораздо длиннее мы их взвели в нулевое положение вот в таком положении их теперь можно собирать если этого не сделать вы когда говоря поставите актуатор на место если вы сможете это сделать вот не знаю не взведенного кадра если вы сможете поставить на место то у вас либо буксовать цепление будет либо вообще не будет включаться но в общем ничего хорошего не ждите это нужно делать обязательно сейчас мы их прикрутим на место прикрутим сервоприводы будем ставить коробку уже на автомобиль обратите внимание для чего еще нужен зачем мы сводим взводим актуатор видите как его раз и вставил вилочки они уже в таком положении не особо шевелятся ну как до сцепления новое все новое стоит соответственно если бы он был на половину пути мы бы просто охренели его надевать потому что зазорчик есть но абсолютно небольшой так он раз-два и встал поэтому он его и нужно в заводить ну что ребят на все собрали смотрите вот так это все красиво выглядит на стоечку установили нам осталось я только воткнуть и в принципе дальше мы уже будем когда соберем пробовать на ней ехать смотрели как классно крутится вообще все крутится и по отдельности и вместе блин как ходишь так она все крутится все закрепили все установили даже ничего не сломали это наша фишка так и вид коробка на месте меняем масло бронзового цвета скорее всего от синхронизатора да кстати эта коробка механическая в ней синхронизаторы но в принципе маска довольно-таки чистое еще страшно обычная выработка новая маслечка орега мтф до ктф ну типа для специально для двойного сцепления но честно говоря даже если вы забили зальете сюда обычно 7080 или 70 на 85 ничего страшного потому что это обычная механическая коробка передач а это обычный дядь витя который так не дышать не дает уже теперь я тут все пол цеха занял а он тут приезжает на своих машинах вашу же мать ты видал да еще раз привет тем кто сюда и эту хуйню блять пиздячил ну что ребят как вы уже успели заметить я уже собрал автомобиль в принципе он у меня уже сейчас заведенный стоит он прогревается до рабочей температуры так как вы помните в начале видео я когда мы производили диагностики я говорил что адаптация на холодную просто невозможно блок управления коробкой ну трансмиссии он не даст нам адаптировать коробку сцепление все остальное вообще ничего не даст сделать пока вы не наберете рабочей температуры и пока обороты то есть не не упадут до холостого хода в принципе я уже прогрел его что надо сейчас осталось только все это дело садаптировать машина у нас паркинге лучшим включаем зажигание включаем фары чтобы аккумулятор не сажать кстати если сядет аккумулятор это тоже плохо особенно это будет плохо если это будет в процессе адаптации то есть либо блок управления выбросит вас либо у вас ничего не получится либо у вас там мозг вообще может зависнуть в общем нужно чтобы аккумулятор тоже был заряженный поехали сейчас у нас адаптируется муфта выбора передач по идее должны быть слышны щелчки все щелчки закончили сейчас мы дождемся пока выскочит окно повествующее нам о том что уже пора вот она пора обучать сцепление для того чтобы обучить сцепление у нас тут в инструкции указано что мы должны также автомобиль держать в паркинге нога точно также должна быть на педали тормоза но двигатель должен быть запущен запущен прогрет и на минимальных оборотах приблизительно 600 оборотов минуту ну здесь примерно где-то 700 с копейками осмотрел потоки данных в общем в принципе должны наши параметры совпадать после этого мы нажимаем кнопочку окей и начинаются пинки кстати вспомните у нас был треск вначале да когда мы занимались процессом диагностики сейчас треска нет просто небольшие пинки то есть маша коробка ведет себя и машина ведет себя ровно так как должна вести себя после того как произойдет серия пинков то есть там обороты чуть поскачет и все остальное мы тоже сидим дожидаемся пока нам компьютер высветит что тест завершён успешно и нужно перезапустить зажигание включить выключить в автомобиле чтобы записать показания так тест у нас завершён успешно нужно выключить зажигание на 30 секунд выключили подождали 30 секунд и после 30 секунд включаем зажигание и у нас должны записаться параметры новые параметры сцепленного сцепления все зажигание включаем нажимаем кнопочку окей сейчас произойдет связь с блоком управления коробки после чего можно будет запустить двигатель все и проверить едет ли автомобиль или нет ошибок у нас нет одна сторона диагностику включаем зажигание пробуем ехать и так как вы видите автомобиль у нас трогается и вперед и назад заметьте помните когда мы перед этим пробовали трогаться вперед у нас автомобиля автоматом перекидывал скорость на вторую сейчас у меня здесь написано d1 я пытаюсь тронуться то есть он и трогается с первой передачи они со второй когда это ну что я могу сказать починили сейчас мы еще освободим нам выезд сделаем небольшой тест-драйв проверим как она переключается и в принципе можно будет смело звонить клиенту и сдавать автомобиль в исправном состоянии машина трогается плавненько добавляем глазку сцепление отрабатывает газ бросаешь чувствуется она подвижилась а у нас как обычно пробка ну что хорошие новости передачи работают все извините за пакетики шелестящие но у нас тут вот принято чем у нас то просто закроем меньше шелестить до едет очень плавно даже не чувствуется как она переключается очень комфортно бабушки бегают через дорогу кстати дизель 1 и 7 я вам скажу вещь прекрасно тянет сильно не газу ему вполне достаточно что ребят прекрасный результат я им очень доволен автомобиль поехал начал переключаться все как обычно починили вот мы в начале видео обещали вам сказать стоимость ремонта по работе стоимость вы можете посмотреть на нашем сайте она не меняется это 28 500 весь комплекс замена сцепления снятия установка коробки замена сцепления адаптация актуатора электронная адаптация актуатора механическая за все про все 28 500 стоимость по запчастям именно данного автомобиля вышло 123 тысячи ну что-то такое но тут как бы судить не стоит что очень дорого потому что этого можно было бы то есть цена могла быть в два раза меньше потому что здесь много лишних деталей пришлось поменять из-за неправильной установки предыдущими рукоблудами поэтому вышло 150 с копейками здесь в целом это выходит меньше 100000 и принципе у вас будет как раз на новое сцепление а если вы будете нормально им пользоваться то есть ставить в нейтралку в нужный момент когда вы допустим остановились до их ставите либо в нейтраль либо в паркинг кинули сцепление расслабилась ему легче потому что коробка здесь полумеханическая полу роботизированная и соответственно если она стоит в нейтрале значит она в расслабленном состоянии как и обычная механика это продлевает ей жизнь плюс адаптации где-то раз 20-30 тысяч делать регулярные адаптации с помощью диагностических приборов и принципе это и продлить жизнь напомню у нас был случай на таком же и 40 на таком же двигателе 17 turbo дизель сцепление уже прошло 176 тысяч там конечно тоже под разбила маховик он тарахтит но при этом машина до сих пор ездит то есть она не буксует машина едет мы сделали адаптацию тарахтить он стал меньше чуть-чуть но в любом случае он да тоже этому парню придется менять маховиком но подумайте сами сто семьдесят шесть тысяч владельцы тюксонов и спортажей скажут что это невозможно потому что они меняют периодично некоторые ребята меняют по 40 тысяч сцепления проезжают и меняют понимаете 40 тысяч каждый 40 тысяч вкладывать машину по 100 тысяч рублей это как бы нерезонно поэтому адаптации адаптации вам помогут продлить жизнь ну и манипуляции видеопереключения в нейтраль тоже делают свои дела все всем спасибо за просмотр и за лайки подписывайтесь на наш канал и до встречи в сервисе на нашем канале ничего нечто вы